Итак, поехали. На этом видео мы сейчас проверим возможности фарма на КВ-85. Мы проведем 10 боев и посмотрим, что из этого получится. На данный момент у меня в ангаре 975 559 серебра. И давайте начнем. У меня премиум аккаунт, но премиум танка нет. Решил посмотреть пока возможности КВ-85 и сравнить свои способности, свои игровые, в общем, совершенно средние свои игровые аналоги я хочу применить к явлению фарма. То есть заработка серебра и посмотрю, на что я способен в премиум аккаунте. Честно сказать, я вообще играл на обычном, без према, на обычном аккаунте. И, конечно, тяжеловато, тяжеловато набивать серебро, добывать серебро. Но на премиум все же, пробные игры я провел, все же это классно. На самом деле, даже такой очень средний игрок я, и набивать серебро в этом смысле, в премиум аккаунте, очень даже неплохо относительно того, что у меня было раньше. Ну, давайте поехали. Наш первый бой, я говорю, я совершенно такой средний игрок. Можно сказать, что я даже олень, ну, как хотите, можете меня обозвать самыми последними танковыми словами, игровыми словами. Ну, дело не в этом, а в тестировании. Ведь таких, как я, куча мала в этой игровой ситуации, особенно в World of Tanks. Сейчас кто-то играет для себя, я тоже играю для себя, но решил теперь что-то, что-то изменить, изменить в отношении игры. Самого себя, наверное. Вот видите, даже, блин, не попал. Короче, косое, блин. И так, поехали. Наш фарм начался набитием первых трехсот очков, очей. Блин, терминология специфическая. Одна полярка танца. Надо запоминать иностранные новые слова. Да, и фарм снова какой-то. В общем, нет, чтобы он назвать, да. Очки какой-то, не назовешь, на секунду фарм, наверное, тут. Не пробил. Не пробил. О, клево. Ля-ва с правом. И вот увидите, даже если мы проиграем, даже если мы проиграем на премии, нам будет положительный баланс, что мне вообще нравится. И прикольно как-то даже. Даже очень ноль, выбежь, все равно тут тебя как-то даже наградят. Пока я тут выцеливал, блин, со своим косым, со своей косой рукой. Да, блин, тут уже. Да, ну давайте посмотрим. Да, мимо, блин. Что, 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 что делать-то? Да, ну мне, блин, отступать-то. Дай мне, блин, вводок. Блин. Ну, козел. Ну, козел. Блин, вот такие мы косые ребята. Ну, бы ты не нашел вообще, понимаете. Бараны мы таки играем. И фармим. Вот этот фарм посвящается всем тем, которые играют как я. Косым ребятам, которые хотят чего-то добиться в этой жизни в части набития серебра. У меня всего лишь 300, всего лишь 300 пробитий. Одно пробитие, блин. На 300. Ну что, разве так можно вторить? Можно. На преми-пал. Вот, вот, да. Здесь тоже, грубо говоря. Прокакали. Да, и сейчас тут. Ну, в общем, да. Мы тут-то и вообще совершенно ребята были. Давай, вот, ходи. Может быть, правильно. Дам, где хвостик. Ну, сейчас еще я. Своему взят стрельну. Не дай бог. Конечно. Ему, конечно. Да, мне-то шо. Мне-то с ним. Вот, штрафные очки. Да, еще. В бан отправят, если я. Если я сейчас. Ну, давай. Будем захватывать. Ладно. Здесь. Вот это он был. Мы постараемся доработать. Ну, давай-давай. Блин. Садись быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Блин. Где пятерка моя? Быстрее. О, блин. Ну, че за хрен. Вот, блин. Ну, вот такие мы вот бараны. Раки мы, короче говоря. И посмотрим, сколько сейчас фарман начислят раком. Таким раком, рачищем, днищем, нубом. Ну, в общем, этой категории людей, которые хотят фармить. Ждем. И смотрим первый результат. Первый результат, смотрите, с премом, да? Мы тупо вообще играли. Пит-танк. Так, ну, давайте осмотрим. 7000 серебра. 7000 серебра. Если бы мы играли бы в обычном аккаунте, было бы всего лишь 1600. В 6 раз. Так, в 5 раз. Нет, в 4 раза, да? В 4 раза больше. Примерно в 3-4 раза. Ну, вот, это первый наш бой. Поехали дальше. Ну, бить будем дальше. Ну, бить. Баранить. Рачить. Как еще можно распрягать эти слова-то, блин? Даже не знаю, как в русском языке их очень сложно как-то применить. Эти англоязычные термины. World of Tanks. Ну, да вот, вторая карта, второй бой. Мы играем на КВ 85. Наша задача проверить наши рачищные, рачищные, нубские, баранские, барановские. Ну, короче говоря, мы такие очень плохие игроки и мы хотим еще фармить. Но, чтобы фармить, я себе купил премию аккаунт на 7 дней и решил, в общем, заработать серебра. Ну, допустим, миллион, да, за неделю. Можно? А я думаю, можно. Раком можно это сделать. Вой начинается. Раком можно это сделать, таким как я. Поехали. Нас будут калашматить сейчас опять-таки крутые ребята, которые вообще играют немного. Вот видите, я даже тут развернуться не могу, блин, они сейчас взятыкнули. Леп, и чем-то, да, правильно сделает, конечно. Нефиг тут под колесами, под гуслями намазываться, что называется. Ну, вот в чем мы днище занимаем пятое место, с самого дна. Остальные ребята такие крутые, вообще крутые. Ну, я самое почти дно. Ну, сейчас вот, из 3-й идет правильно. Он тоже немножко промазал, видать, еще пока не помнишь парит, а кто так доходит. Нашпарил бы. Ну, и что? О, есть пробит, и даже пробил я, блин. Ну, блин, этого я не пробил. Так, бурак. Не пробил, блин. Правильно. Рачище. Я это рачище. Блин, такого рака так. Я еще свет не видывал, конечно. Тупее меня тут игрока нету. Убил. Бурак. Рикошет, блин. Ну, правильно. Ракет только и рикошетят. Не пробил. Ну, правильно. Не пробил. Да, сейчас движение невозможно. Вот еще. Правильно. Сейчас арта меня тут подберет. Бурак. это восстановлено можно езжать вот так вот конечно какая блин рад ну рак у него тоже попадает ну по подержи хоть и попал блин так но могу слюб поставил че толку то блин всего лишь если послал рикошеп блин че блин так сейчас он меня убьет еще мне он оставил так ну че надо убегать текай блин шевели клешнями правильно назад 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 так 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 ну что что мы делаем убегаем оттуда а еще нам делать конечно раком надо клешни собирать да быстрее ноги отсюда потому что с ними там не уже тягаться блин не сподручно как бы они меня еще тут не догнали бы их не сыпали мне то самое блин я хочу сказать интересные места не люблю материться вообще так сильно учиться но может уже народ по себе то разные том числе и дети ну а мы шо делаем утекаем удачно пока пока мы делаем ноги ибо мы раки блин у тебя залез ты вообще что за я о блин о молодец молодец красивый я рак блин да блин правильно ну второй рачичный бой всего лишь 498 блин как они называются очки что ли или очки ну короче говоря два пробития и посмотрим это тупая игра что нам дадут за тупую нашу игру ну посчитаем давайте вот рак да рак 7000 серебра ну за так ну сейчас посмотрим вообще-то 7000 не будем гадать но в среднем возьмем 10 раки иногда по 15 по 20 серебра зарабатывать бывают такие бои ну я так считаю по 10000 серебра 10 боев за 10 до 100 тысяч серебра можно набить это примерно скажем сколько на полтора часа игры до мы увидим что называется давайте посмотрим что шутки остальные мои коллеги по несчастью в игре тоже ведь да совершенно верно где еще один вот он бульдог но сидит-сидит тогда неправильно не стреляет тот не увидит на тебя нифига не правильно не видит пусть ему ходит он куда нам интересно это это называется скрыться скрыться и шон правильно издалека да молодец хитрая тактика конечно мы сейчас раскрыли но все равно да это не такой рак как я но вы убили конечно но что делать молодец бульдог красиво сыграл так смотрим достижение рака во втором бою ну проиграли видите какая какая красивая музыка и нам начислили 6 638 да а если бы были бы 2000 вот интересно да три раза больше короче ну поехали дальше о вот это до рак в топе мы посмотрим что из этого получится но у меня как правило всегда это не добрый знак в топе блин не меня всегда убивать первым причем причем знаете как убивает блин где-то в лесу куда-нибудь и всегда куда-то блин и вообще 00 дамагов для никого еще не убью всегда так бывает поэтому как-то слишком уж опасаясь вот этого топа все редко и там как-то наш еще на раз и психологическом настроиться там кого-нибудь пару раз там задолбать а тут в топе блин и всегда но поехали будем фармить мы играем на к в 85 сср наша задача проверить наши рачечные возможности нубские возможности таком деле который называется фарм то есть набить и серебра для такого с нубского уровня игрока прям аккаунте можно ли как может заработать рак короче говоря прям аккаунте серебром за какое количество боев сколько он может зарабатывать наша задача такая у нас тупая игра мы короче рак последний инстанции куда еще просто тупо еду куда-то еду но давай смело давать чем будем будем прицеливаться начать но вот где-то вон 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 готов да поехали что-то охота мне задолбать его понял я его пробиваю рак его пробил 5-0 раки выигрывают ха 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 раки тоже иногда выигрывает бои вот тоже видите тоже такой же вот я его водила левый и нифига не может ну блин на гусю поставили а убить не смогли блин пробили и нас пробили ну чё мы третий бой то играем более удачный чем первые два то блин так тихо 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 вот так вот да слили его так уничтожен танк уничтожен так уничтожен так 10-3 я числе выигрывающей команды у меня рака конечно я говорю уже зафигачили опять я не выжил короче говоря ну вот удалось набить 1063 очка очков очков очей чего дамага лучше ну вообще блин мне нравится этот маленький елочный час он не смотреть как она включила друг друга так правильно в заднице его так совершенно верно вот так вот еще поцеловать его правильно снарядником давай еще вообще молодец да конечно мы сейчас где-то рота где-то наша су наша наша вот она и чего давай елочка мочи правильно чай елка все еще одного убила что но вот и так итоги нашей третьей битвы рачечной игры рачечной игры нубских нубский оленовод вододел короче не знаю как обозвать себя еще смотрим блин 28 тысяч серебра нам накинули офигеть вообще для рака это огромное достижение смотрите 22 тысячи серебра накинули ребята это разве не круто это круто вместо 12 тысяч ну два раза больше да вот так вот может рак зарабатывать серебро ну поехали четвертый бой на кого 85 мы проверяем возможности фарма для раков нубов оленей и прочей нечисти которые всегда много world of tanks таких как я короче говоря вот на них и держится весь этот бизнес бизнес держится всегда рано раках на лохах на оленях но это правило такое шут поделаешь да ну и вот на мне держится бизнес на world of tanks да на таких как я точнее говоря не на мне на таких как я раках оленях нубах лолах а мы еще тут пытаемся себя правдовать типа мы играем для своего удовольствия хотя это так и мы действительно играем для своего удовольствия за 300 рублей 7 дней прямо на 85 блин а чё давай беги быстрее тишь мест уступаем поехали следующий бой кажется 4 я уже читал стал стал тупить по количеству кажется 4 да ладно поехали посмотрим потом в конце в конце видео после после 10 боев наверное да ну там 8 9 10 может 12 не знал сколько получится мы сделаем такой количественный анализ сколько провели боев посчитаем конечно потом насколько мы набили да сколько раз мы купили как тупили вообще как я можно вообще в премии сколько и как можно очень заработать серебра оленям нубом раком и прочей такой бездарности можно зарабатывать бездарности в этой игре то можно конечно бездарен тоже человек олень это тоже животное красивое животное ли на самом деле почему линия посмотрите вода вот вот я ведь сейчас лезут они туда блин тогда вот смотрите тупейшая игра всего лишь одно пробитие меня туда короче говоря отправили в ангар уже но я все же понаблюдаю за другими моими коллегами возможно нубами ну или или остальными приятными людьми танкистами посмотрим на что они способны итак 0 3 на скалашматят короче 0 4 но думаю уже расклад и перевес в нашу пользу наверное уже невозможен хотя кто знает 5 уже до будем надеяться посмотрим из танкист из 5 6 вот видите 57 разрыв сократили на два танка кто знает может быть даже и команда выиграет но я играл тут откровенным раком потому что овцой бараном ну потому что мы тестируем но тестируем мы играем и мы проверяем возможности заработка серебра для раков нубов баранов обед словов и другой игровой бездарности могут ли эти товарищи зарабатывать серебро прем аккаунте и сколько не могут заработать бездарной игрой совершенно бездарной игрой я говорю и сколько они могут заработать наша задача исследовать это явление посмотрим играем и ради собственного удовольствия удовольствия пару выстрелов наша удовольствие на этом заканчивается конечно но у нас есть возможность другая до посмотреть на других как они это делают они делают это лучше нас они всегда лучше нас уже их намного и они крутые а мы нет но в общем мы смотрим за действиями наши товарищи среди них тоже есть меня блин оленемир не работает но я же олень блин даже оленемира не могу себе нормально поставить на отдела не в этом оленемир такая штука что вы знаете один раз то олень а на второй раз блин совсем не один на третий раз промежуточное состояние не всегда понимаешь кто ты вот как-то лишь одно ясно что здесь можно играть и там блин ответе а вот этот из вот он стоит вот он тут и что он тут делает все тяжа побежали и куда побежали до защите базу тут видите помогает там побежали к ним александр на то 37 рекомендует он стрельнул даже вот видите попал наверно еще 9 11 еще пока ситуация не проиграна кто его знает как все повернется ну давай мочи его ну такой же как я стрелок блин м шестой на нем катал я блин повернение гусеницы шанс разрыва увеличен гусеница сбита движение невозможно средненький но он мне сначала и вообще не это восстановлено можно ехать я ругался на кресле а потом потом как-то принорожен и стал он мне нравится почему-то но я я шел к ты другому танку на седьмодорогу поэтому мимо этого танка то и не пройти так то давайте вот что красивый взрыв интересно вот мне всегда интересно как разработчики это все создают это тащить все это картинку интересно каждый всегда ли то есть отличается ли взрывы один взрыв от другого если ты видела другой взрыв уже по картинкам другой горит еще как то так вот вот это вся вот механика вот это вся интересно это уже заранее прорисованная вещь или как-то в программе заложен так что-то свободно может гореть каким-то образом в общем как-то по-другому вот это для меня всегда было интересно всегда интересно как создали такое чудо игры игру такую тут конечно вот с развитием технологии еще с развитием технологии потом наверняка все еще улучшится картинка графика до деревья будет почти живые да и танки почти живые все будет натурально тогда будет намного намного куча сейчас такая как конечно еще а еще а пока еще хочется улучшила сузове зависит от наших технологий так ночью ждем пока пока нам в саде да пока нас с нарядами не накормят ждем ждем игры я почему задерживаюсь а не выхожу из аккаунта мне еще интересно время проведенная за этой игрой сколько времени потрачу в среднем за десять боев предположим мы же должны все проверить скажем так в реале на самом деле все как это происходит и дуракса можно тут конечно сколько угодно да где же вы ребята дадим и биби его мочи его так арта быстро кажется кажется авто его замочила но так вот мы закончили кажется четвертый бой и посмотрим результаты наших действий сколько мы заработали наших действий сколько мы заработали видите позиция что не на есть самое новое мы на дне короче говоря ну и вот да тут конечно результат тысяча но все равно в плюсе вот что интересно но все равно в плюсе а если бы либо без прямо то там ушли бы туда за красную полосу и так мы теперь проводим пятый бой наша задача проверить возможности фарма на кв 85 мы играем очень плохо но хотим зарабатывать нам же нужно прокачивать танки и докупить крутые танки мы хотим уровни девятого десятого восьмого вообще-то хочу хорошие танки хочу купить а там нужно серебро хотите не хотите блин то миллионы же эти танки стоят ну вот надо фармить надо же брать эти это серебро откуда-то и вот за минимальные денежки за 700 за прошу прощения за 7 дней прямо кажется я заплатил около 300 рублей там мы проверяем возможности фарма тестируем 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 наш кв 85 пятый у меня довольно таки прокачанная команда имеется ввиду экипаж уже прокачан поэтому я что-то не заикаюсь на эту тему знаете почему потому что я честно честно говорю как то вообще не заморачивался на тему прокачки экипажа вообще вообще я сначала играл вообще по тупому допустим до мне проходил ветки а там же всего по-моему на 5 или 6 танков в слоте там больше нету и приходилось мне продавать блин а денег нету экипаж я все продавал вот вроде бы прокачал до 100 процентов я полностью продавал а потом покупал там с новым экипажем короче говоря тупейший вариант вообще без знаний без ничего каждый танк и каждый раз новый экипаж тупени никуда вот я так играл и до сих так где он почему я не вижу да его задолбали кажется все прицел мне нравится вообще вот это как он очень близко даже под тему кажется джоу так сделан так ну вот на горизонте появляться у нас пробили мы его пробили видите мы его даже пробили кого его так где ты где да сейчас даже когда он откатывался мы его пробили блин это достижение для барана для такого как рака я это очень тоже не мимо мимо блин передо мной что этот танк мы я чем блин я ее тоже пробил где конечно ну куда я тут удачу в этом бою ах хренеть и смотри-ка мы ведем 5-3 блин по нам гуляют ага так мы его поставили на гуслю так добивать его правильно поехали вперед у нас 957 дамага нам надо поближе подъехать ну еще пару выстрелов если нам удался сделать мы вообще будем крутые раки не успел не успели оглянуться как зима катер в глаза так нам было тут услышать не пробил повреждение гусеницы шанс разрыва увеличен не пробил гусениц разбита движение невозможно так ну вот я рак и мне тут помогли слава богу так так что-то нас там атакуют блин нашу базу если заберут блин а их точно заберут мы будем раки из раков раковый корпус раковый корпус раковый корпус не будет вам ничего играть с бейте плит захват им о так ну все мы конечно выиграли да раки выиграли точнее говоря я рак выиграл в числе не раков наверное но они похоже оказались чем я а захват идет захват идет а я не хочу чтоб захват мы прокакали да я за ним гнаться не буду да потому что здесь нам опыта больше дадут чем будем за ним гнаться все вот видите окей все окей мы захватили и победили мы все сделали и мы проверяем тестируем КВ-85 СССР на явление фарма для раков раки хотят зарабатывать серебро как это можно сделать в условиях прем аккаунта раки зарабатывает серебро нубы бараны лола и кто хотите вот смотрите как раки воюют 1209 на КВ-85 17000 серебра поехали дальше мы тестируем КВ-85 на предмет заработка серебра КВ-85 теперь у нас будет шестой бой не помню какой кажется шестой да ну да ладно мы подведем итоги потом в конце игры где-то примерно 10-12-15 боев мы проведем и там дадим цифры действительно на самом деле сколько мы боев провели сколько времени мы потратили на это дело и что мы заработали мы потом вам дадим результаты для такого игрока среднего как я раков из раку из раков короче говоря ну короче говоря тупым игрокам бездарным я посвящаю это видео таким как я я тоже сам бездарь в этой игре тупейший игрок тупейший поэтому посвящаю моим соратникам ракам ну и вот мы поехали влево нас там блин ну посмотрим короче говоря нужен ну бы нам лишь бы один-два раза зафигачить да ну потом имеется ввиду зафигачить имеется ввиду выстрела два выстрела сделать и мы от этого получаем порцию адреналина небольшого кайфа и мы тут хотим да еще ну да сейчас посмотрим какой-нибудь если выкатиться серьезней такой типа из типа тигра там видите А7 сейчас у меня в бочине так не в бочине ну короче говоря но мы раки мы раковый корпус играть мы не умеем нифига нам лишь бы понажимать клавиши и как можно в этих условиях зарабатывать серебро вот это наша тема понял мы даже арту зафигачили повереждение гусеницы шанс разрыва увеличен вот вот мы даже пробиваем иногда ну еще один выстрел давай давай попади в меня а тем временем счет 5 3 5 4 мы сделали два выстрела 448 всего лишь у нас до очей очка очков очки короче дамага и посмотрим что делать будут дальше мои коллеги вот они сошлись правильно подкрик зад его один блин ну давай тут ты чё блин мочи его молодец ну молодец уже не такой как я лучше чем я ух ты трезвый такой взял его на рога блин что называется ну 77 посмотрим кажется дело пахнет нет не жареным еще посмотрим ну сейчас что тут бум бум да горку взяли а это хороший признак возможно того что мы можем выиграть возможно я сказал потому почему так ну-ка ну что 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 вот я хочу ребят тоже на кого 85 катая правильно шанс есть на выигрыш но если команда выигрывает конечно у нас из серебра будет больше если проигрываем конечно там ну хорошо нам дадут 448 очков очки очки да типа сложен русский язык для нерусских таких как я так ну в общем мочи его взад в бочину куда-нибудь борта в карман правильно еще еще давай еще один выстрел правильно и мы уже ближе к нашей победе мы почему смотрим за поведением наших товарищей танкистов дело в том что мы еще должны протестировать время ну время я имею ввиду общее время игры хотя конечно можно выйти проиграл вышел допустим там кажется по условиям вознаграждение кажется серебро когда тебя сбили убили оно должно начисляться по по правилам даже если ты не до конца досмотрел после убития если вас вышвырнули в ангар то условия сохраняются ну а мы же все равно посмотрим иногда бывают такие интересные моменты в игре у сородичей танкистов да ну что ты бешоп грустно стоишь да взрывчик хороший бум ну вот даже арта намерена убить убить сушку вот видите сейчас арта мочи его вот так вот вот так вот и закончилась наша игра пятнадцать десять наша команда выиграла мы конечно опять таки на дне почти самом наверное по количеству набитых очей очков очков дамага смотрим четыреста сорок восемь ниже среднего наши результаты но серебро девять тысяч триста шестнадцать а если бы были мы на обычном аккаунте три тысячи три раза ну два с половиной что разве плохо нормально поехали дальше кажется седьмой бой итак мы тестируем возможности заработка серебра для таких как я оленей world of tanks раков нубов лолов баранов как хотите в общем совершенно средних игроков возможно совершенно бездарных которые руки кривые ноги прямые может быть да какая и в общем наша задача протестирует возможность заработка серебра как могут раки зарабатывать серебро прям аккаунте на 7 дней всего лишь на кого 85 кстати говоря хороший танк это один из любимых моих танков это первый мой такой настоящий интересный у меня там 85 ну потом из вот эти два танка которые мне нравятся больше всех из данной небольшой конфигурации который я набил я развивал ветку всего лишь ссср пока на другие ветки не замахивался ссср я дошел до 10 уровня потом там типа продавал короче говоря мне что-то блин играть в десятом уровне на из 7 кажется да там всегда уходишь в минус и мне это надоело короче говоря а я все хочу играть на халяву то есть имеется ввиду не не оплачиваю без прем аккаунта но в данном случае я тестирую возможности именно према для кого 85 проводим кажется седьмой бой но потом мы еще раз в конце видео дадим результаты наши посмотрим подсчитаем и узнаем узнаем то что мы хотим узнать ну вот что делает рак он конечно выцепляет он вообще ведет он пассивную такую игру смотрит туда-сюда налево-направо вот видите у меня как бы 85 я же вроде бы и в топе да в пятерку лидеров входит но я же рак и я жду пока кто-нибудь такой как я тут если вот тут если вылезет и я его там убью блин и будет у меня дамага вот сейчас где где вы где вы где в раке другой команды где вы я жду вас обо меня такой же как я наверное так же стоит на другом конце этой дороги и то же самое и дело там выцеливает смотрит например да вот короче говоря раке мы ну стоим вот так вот да играем вот все наши наши все наши боевые способности можем притянуть вот кстати мне очень нравится этот даже своих не можем просмотреть так ну арта что-то поперлась вперед ты чего ты арта ну вот давай давай задрал нос а в пользу это нашу 3-0 мы пока ведем араки ведут эту игру побеждают 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 не араки побеждают не араки араки не араки 3-1 так нашего где-то уже второго отправили в ангар третьего так ну вот и чё-то запахло жареным да ровный счет четыре на четыре то у меня еще ни одного выстрела где вы где вы блин если сейчас я выползу на другую полосу белую блин меня же там меня же там раздолбают ну шо присоединятся к горным орлам вот поняли вот я пробил даже его да вот поняли вот рак пробил кв шку ух ты их трое там собралось поехали да сейчас так правильно правильно молодцы они в углу либо попремся туда них у них осталось четыре пять жилых танков и мы сейчас будем брать правильно вот этот вот белый крок почему белый крок вот этот вот да базу мы будем брать базу где-то вот нехорошие и ты чё делаешь и нос куда-то туда смотрим берем там горит мы потушить не можем а ладно короче говоря мы мы будем сидеть нам захват сбили так блин еще где все ага ну в общем давай я еще раз подсвечу блин ну там я не знаю там еще подсвечу все все игра рака закончилась всего лишь 221 набитых нами очков очков очки очки короче дамага и что нам дадут шикарно ребята это разве плохо смотрите всего лишь 221 у нас урона 221 урона очков очки очки ну в общем да дамагом 11000 серебра поехали дальше и видите нам даже орден дали спартанцы мы поехали может это медаль а не орден надо тоже разобраться в орденах и медалях о вот теперь у нас кажется теперь у нас вот 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 вроде бы как седьмой бой мы в городе Эмске я люблю воевать в городе хоть и рак но мне город нравится больше не знаю почему потому что видимо рак из-за угла выполз от отстрелялся и заполз опять в свою нору но если взяли тебя в клешне два танка ну там конечно поэтому мы что делаем мы идем вперед мы раковый корпус мы всегда впереди мы не знаем где что как да потому что мы просто играем ради удовольствия мы получаем кайф мы хотим игрового адреналина вперед мы раковый корпус мы играем ради удовольствия но мы хотим заработать при этом еще серебро мы раки нубы лолы бараны короче вся игровая бездарность тоже желает играть на хороших танках и нужный деньги серебро как это сделать в условиях прем аккаунта я всего лишь купил прем аккаунт на 7 дней да вот так вот поставили на гусю другие его подбили вот это есть солидарность боевая но мы сейчас влезем куда нибудь правильно но влезем обязательно надо влезти у нас нет никакой тактики только хотим влезти и все поняли мы даже пробили даже и даже мы убили это для нас достижение конечно глобальное мы убили поняли даже второго было вот так вот и 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 Нараковый корпус И что? Живых танков нам тут не оставили? Не оставили А нет, вот он, вот он, вот он Попейте Да, мы замочили Вы знаете, вот так Ракам иногда везет По-тупому, блин Повезло Ну и что Игра для раков, нубов Эта игра посвящается В смысле Мы тестируем, сколько можно тут Заработать денег, серебра При этом мы очень плохо Ох, видите, мы как плохо игра Но даже тут, блин, вообще Мудовские дела Поняли Он нас поставил на гуслю Можно ехать Можно ехать У них остался всего лишь Один Тончонок С дохлым количеством Жизни В общем, сейчас Правильно Мы закончили нашу игру Охренеть Сколько мы чего тут Надолбали-то Нифига себе Вот это Рак я Вот это Седьмой бой Я просто Офигею Давно не получал Мастера Вообще Блин Я вне себя Короче говоря Ну что ж Давайте Наша задача Посмотреть Сколько мы зарабатываем Серебра Ну вот, знаете Ракам тоже везет Иногда Это просто Чистое везение И вот Мы заработали Так Основной Калибр Взяли даже Воина Что удивительно Я обычно Никогда так Не играю Но тем не менее Тридцать Две тысячи Семьсот Тридцать Серебра Ну Поехали Дальше Меня Конечно Это чуть-чуть Водушевило Что я Типа Не совсем Рак Хотя Тут и терплюсь Что я Рак На самом деле Конечно Я не мастер И это точно Но Вот На КВ-85 Я люблю Играть Не всегда Удачно Такая Средняя Игра Средний Уровень Но Вы Увидели Как Мы Рачищ Рачищ Ли Ну Били Ну Били Как Блин Русский Зак Примените Этим Словам Ну Прак Блин Дамаг Вот как И никак У меня Спрыгать Не получается Вот Не получается И все Ну я Не простите Я штадархан Так Наша задача Тестировать КВ-85 На предмет Заработка Серебра Выставить Примаккаунт Поехали Кажется Это наш Восьмой Бой Мы Мы Это Видео Посвящаем Для Бездарных Игроков World of Tanks Ну Никто Конечно Себя Бездаром Не считает Но Тем не менее Остальные Вас Будут Считать Ну Вы Смотрите Конечно На Олиниметр На Олиниметр Олиниметр Или Как Еще Ну В общем Если Вы Думаете Что Плохо Играете И Считаете Что Вы Не Гений World of Tanks Игры То Это Видео Посвящается Вам И Мы Смотрим Как Можно В условиях Примаккаунта Заработать Какое Это Серебро Совершенно С Совершенно Средними Способностями Игровыми Средними Способностями Но Надо Зарабатывать Серебро Для Танков Хорошего Уровня Вот Так Вот Нечаянно Пробили И Он Смылся Конечно А мы Откатимся Назад Надо Текать Свою Задницу Прикрывать Да Даже Даже В рифму Получилось Чуть Чуть Ну Вот Что Теперь Надо Защищать Блин Геройским Геройски Защищать И Погибать И Мы Это Сделаем Сейчас Продвижение Продвижение Так, да, ну вот, короче говоря, нас тут расколошматили, но мы же раки, мы должны быть и соответствовать стандартам ракового корпуса. Посмотрим, что будут делать наши собродичи, в смысле, со-игроки, в смысле, наши коллеги, ну, в общем, те, кто играет в World of Tanks. Да, да, вот они, вот они, наши все коллеги, вот. А сирена играет музыку поражения. Ну, короче говоря, вот так вот сбивают захват. Интересно, чем закончится вся эта вот баталья? Так, ну, ух ты, он артой накрывает, видите? Ну, давай, пантера, ты же кошка. У тебя сейчас еще, еще один рыбочек небольшой. Ух ты, удрал. Ну, ну, насколько долго, не знаю, мы посмотрим. Ну, хотя бы на последнюю своей жизни надо отнять урон у других. Правильно. Сейчас. Ну, кажется, все. Так. Ну, теперь, кто подогревает арту, промазал, промазал. Может быть, успеешь. Может быть, успеешь нанести ему урона. Напоследок своего дыхания игрового. Нет, не успеешь. Рудя не торпит. Отдрежение невозможно. Ну, и тут налетели черные вороны, и на этом игра закончилась. Итак. Что мы тут заработали? Ну, наверняка 8-9 тысяч должно быть. Наша музыка. Так. И смотрите, блин. Так мы же оказались в голове среди всех раков. Я ошибся. Всего лишь 7 тысяч. Заработок серебра. Ну, поехали дальше. А не 8-й ли это наш бой? Не могу сказать. На один бой я могу ошибиться. 8-й, либо 7-й. Кажется, 8-й. Ну, не важно. Все равно мы правильно почитаем в конце. Подсчитаем. Посчитаем в конце видео. И там мы дадим точно цифры. Да, было проведено столько-то боев. Затрачено столько-то времени. И заработали столько-то серебра на КВ-85 в условиях прем-аккаунта. Вот этого мы и ожидаем. Мы хотим понять и узнать для танкистов средней способности. Если мы хотим начать зарабатывать, можно ли на прям аккаунте, за сколько там, то есть не можно ли, а сколько можно заработать, если кто-то не знает. Вот на данном танке. КВ-85. Для игроков совершенно средних способностей. Ну, что ж, раки выдвигаются в первые позиции и начинают тут нагибать других раков. Если это раки, если не раки, то нагибают уже нас. А мы в это время тестируем. Да, промазали. Погрежление гусеницы. Штат взрыва увеличен. Чего копить от раков. Точных стрельт. Непопаданий. Есть пробитие. Там уничтожен. Вот так вот. Вот так вот играют раки. Так. Мы теперь смотрим и следим за игрой. Бишка. А счет 1-1. И пока не ясно, кто победит. Ну, наверняка победят они, судя по расположению наших войск. Почему? Потому что разбрелись раки. Они, точнее бараны, ну, нубы, можно хоть как их называть. Они разбрелись по всей карте. А их щелкать и перещелкать по одному проще. Ну и вот вот этот план. Хотя пока вроде счет 4 на 4, но вот этот план должен пробить. Ну, узнаете, ровно счет идет, а игра-то ровно идет. Поверение гусеницы, шанс разрыва увеличен. Вот даже, вот даже, вот видите, вот. Сейчас это седьмой-то. Нагибает. Понимаешь, как же, два танка уронил. Отправил в ангар, как и меня кто-то. Давай посмотрим, что делают ребята в городе. 6-5. А идет захват. И кто сказал? Я неправильно, может быть, и сказал, да? А захват идет, да? 7-5, кстати говоря. И вот стоит мой танк, мой КВ-85, рачащий танк, ныбовский танк, мой, мой олень. Точнее говоря, я сам олень. А тем временем ребята захватывают, захватывают базу. А что? Вот нагибатор. Он решил переместиться в левый фланг, что ли? Зачем? Сила, да, у него тут хп немного, в общем-то. А уже 72. Уже 72. И 9-6 в нашу пользу. Так. Что, захват сбили, да, захват. Сбили нашему танкисту захват. И там идет жесткая сейчас. Блин, нет, жесткая борьба. Так, остальные все вытеснили. Вот, видите? Ну, и теперь, я думаю, их нагнут, ребята. Надо будет сползти с гор. Небольших. Ну, думаю, что их должны нагнуть. Да, этому не жалеться, точно. Вот и все. На этом практически можно уже завершать эпопею данную небольшую. Можно сказать, что игра заканчивается, да. Дело времени. Они сейчас подберутся к карте. Давай. Что, не попал? Ухп-то у тебя много. Поэтому сейчас задолбает в любом случае. Правильно. Ну и все. Решил КВ-13 еще заработать на уронах. Все, игра закончилась. И мы подбудем небольшие итоги нашей раковой игры. Игры ракового корпуса, точнее, на у всех представителей. Это я сам. Я нуб. И вот мой результат. 8000. Ну, в принципе, уже начинает высвечиваться определенная тенденция. Тенденция понимания того, что с прямаккаунтом, при даже такой плохой игре, с поражениями, в перемешку с победами, можно зарабатывать и фармить серебро. Так, кажется, у нас девятая игра. Кажется, девятая игра. И мы продолжаем наш тест. Короче говоря, мы зарабатываем серебро и смотрим, сколько мы можем это сделать. Сделать серебра за 10 боев. Примерно за 10 боев. 10, 9, 11 боев. Что из этого у нас получится? Мы игроки совершенно среднего ряда. Не хочу других обижать, но я себя могу, конечно, обозвать хоть как. И заниматься самебичеванием. В общем, ярочище и днище. В бой. Поехали. Мое любимое место. Круг белый. Сбивать танки. Сейчас будем нагибать. Нагибать на пару выстрелов. И отправимся в ангар для того, чтобы посмотреть уровень рака. Рака. Итак. Итак, мы ведем исследование на тему того, как игрок средней руки может здесь зарабатывать серебро. Нема. Если мы сейчас захватим базу, да, что и делает наш леопардик, мы начинаем взывать всех наших другов-недругов в эту самую зону поражения или победы. Блин. Вот это рак играешь. Ну, что вы хотите, чтобы по-другому было? Не пробил. Да еще не пробил. Вот так вот. Вот так вот мы играем. Это наша отличительная черта. Порывание в макеренции. Шаг разрыва увеличен. Я не понял, даже у нас арта. Вот видите, мы посадили на гуслю и тем временем наша арта. И она не рак твоя, видать, арта. Мы сделали одно пробитие. Порывание гусеницы. Шаг разрыва увеличен. Идет захват, захват идет, ребята. Идет захват. Это значит, что можно заработать больше опыта. И ребята пусть смущаются. Да, нас уничтожили. Нас поставили, да. Вкопали в землю. В общем, мы продолжаем тему раков, которые хотят зарабатывать серебра. Фармить, проще говоря. На КВ-85 мы это дело исследуем. И смотрим, как можно тут заработать серебра с помощью танка СССР Бетки. В прем-аккаунте мы это делаем. И мы, конечно же, проверим время, за какой период мы сможем заработать то-то и это. Ну, а пока... Пока команда выигрывает 9-7. Враг захватывает базу. И думаю, что, наверное, если наши ползучие раки не успеют, мы проиграем и, в общем, мы подсчитаем на случай проигрыша наше богатство, серебряное наше достоинство. Раковое наше достоинство. Дневое, днищенское, дневное. Не знаю даже, как склонять вот эти вот слова. Дно, рак, лук, плов. Их много, баран. Да, как еще их называют? Олень. Олень красивое слово не знаю. Чего олени сюда приплели? Вообще не понимаю. Так, ну вот. И... 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 Сирена-то работает. Сирена работает. И танки ползут, ползут, ползут. Так, ну давайте посмотрим. Да, вот этот вот. Сбезохват. Задача твоя. Один раз ударить правильно. Выстрел один. Точный. Молодец. Тебя можно поздравить. Оттянул время поражением. Или наоборот. Дали возможность для выигрыша. Ну что, еще уроны дает. Еще уроны. Наносит. Так. Ну вот так вот, да. С урезанными хп тут уже ничего не поделаешь. И это там шесть. Да, есть еще один раз. О. Что-то тут, товарищ, неправильно. Я помню. Ну вот да. Ну вот да. Да. Результат мы сейчас и посмотрим. Посмотрим. Раковый результат. А мы этого и ждали. Да, мы этого хотели. Ибо мы посвящаем видеть для средних игроков. Для тех, кто не ставит себе целью стать крутыми. Они просто получают удовольствие от самого процесса игры. И тем не менее, хотят заработать серебро для того, чтобы купить хорошие танки. Да. И вот смотрим. Мы заработали шесть тысяч с половиной серебра. Кажется, это был наш... Наш... Наш девятый бой. Кажется, теперь десятый. Прямо аккаунте, что хорошо, всегда в плюсе. Редко, очень редко в минусе. Ну, если играть на танках шестого, седьмого уровня. В данном случае на КВ-85 шестого уровня. Тяжелая ветка, тяжелые танки. Я не знаю, хорош ли он вот этот КВ для... В сравнении с остальными другими вариантами. Ну, я не говорю в танках прям аккаунта. А прем танках, потому что сам не пробовал. Но, судя по отзывам, судя по отзывам, КВ не самый лучший вариант КВ-85. Для... Для фарма. И тем не менее, мы исследуем... О, и начинается! Исследуем ветку СССР Для возможности... Для возможности развития Именно... Именно данной категории танков. Категории СССР. Великой империи 20 века. Что ж, мы ползем теперь к нашей следующей битве. Мы, игроки, не такие крутые. Хвастаться нам нечем. Пусть остальные... Говорят о себе в лучшем качестве. Дай им бог танковых удач. Но мы, люди, такие совершенно средние. Мы просто играем. Играем. Насколько можно нам тут поиграть. И так... Короче, вот танк... У вас там заходит попал, потому что я еще не видел. Побеждение губеницы! Шанс разрыва увеличен! Есть опробитие! Враг горит! Там уничтожено! Так, у нас всего лишь 313 очков очей. Короче, дамага. 313 урона, 2 выстрела. Пробитие. Мы смотрим за действиями наших коллег-танкистов. Так, товарищ, спрятался. Ну вот. Пока проигрываем. Но что вы толкаетесь? Что вы толкаетесь? Что вы? Ну тут мне касса должна пробить этот ряд. Если не пробить, то будет спыть навык. Давай! Разбиты приборы наблюдения! Видимо, снижено! Давай, 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 давай. Правильно, все. Смотрим, кажется, да. Задвинули, прижали к скалам. В общем, пошли дальше. Теперь все идет 50-50. Приборы наблюдения восстановлены. Обзор нормальный. Так, да. Ну и около 13-й. Сейчас за камнем его. Тоже должно выцепить. Там еще стоят. И еще товарищ, да, кажется, вафля-то. Вафля, кажется, пытается насладиться игрой. Да нет, у него все же, да, нет. 6-9. В их пользу, но в КВ-13 еще пока держит удар. Ну, все, теперь сзади. Угу. Артон. Все, молодец. И еще один выстрел. Правильно. Вот этот, вот это и было. Ну, теперь поцелуи, что называется, в задницу. Ну, ты что? Ну, ты что? Не так? Ну, ты что? Даже получает удовольствие такой подпас близко. Близко вот так вот. Еще выстрел. Так, да. Еще 9-11. Будет ли возможность выиграть? Будет, однако, важновато. Тигр. Тигр. Держит оборону. Давай. Все, окей. Подреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Подреждение бата. Подреждение боеукладки. Гусеница сбита. Движение невозможно. Нет. Неудача. Не смогли прорвать урону и взять. Командир контурен, видимо, снижено. Не смогли, но и нам на руку посчитать самые худшие возможности, которые бывают в игре. Которые могут быть в игре. А нам надо знать, худший вариант, нам надо знать результаты худшего варианта. Вот так вот правильно устраиваются предложениями. 313 всего, блин. И 5300 серебра. Все в плюсе. Идем дальше. Давайте сейчас сыграем последний бой. И дальше я подведу итоги. Потом допишу наверняка видео уже с результатами. Посижу, посчитаю на бумажке. Кто во что и как я был гораст. В этой игре на тему заработка серебра. Фарма серебра. С танком КВ-85. Ну, в общем. Я такой туповатый игрок. И мы смотрим. Исследуем возможности среднего игрока. Ибо вся армия игроков в World of Tanks это люди нормальные, как я. Это нормальные люди. У них нормальные способности. И они играют для своего удовольствия. Час, полтора. Ну, как придется. И вот мы наверняка собираем сейчас последнюю, кажется, десятую игру. Я потом скажу точно. Девятую или десятую. И мы дадим цифры. Цифры того, что мы тут натворили. Настреляли, науронили, нафармили, надамажили. Фрагов у нас мало. То есть подбитых танков. Как-то я не очень хорошо понимаю слова. Фраг, фраги. Подбитые танки. Я тупо иду вперед. Я разведчик. Вот он тоже. Не пробил. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Оружие повреждено. Прикресс стрельбы снижено. Пробитие. Там еще раз. Да. Всего 250 уронов. Ну что ж, поглядим. Поглядим, как сыграют наши коллеги. Наши крутые танкисты. Идет. Да. Ну вот, кажется, на правом фланге началась движуха. Да, начали уже схлопываться игроки и отправляться в ангар вслед за мной. Раком, который пытается заработать серебро в этой игре и выйти на какой-нибудь такой уровень с танком в полтора, два миллиона, три миллиона рублей. Восьмого. Мы хотим поиграть на десятом уровне и понять, что у нас есть такая заинтересованность играть в крутые уровни. Что? Вот две арты. Так вот, два-пять. На правом фланге всего лишь у нас всего лишь у нас один боец. Ну да. Успеешь выстрелы? Да. Мочи, мочи. Зачем? Такое не должно быть. Развяжение невозможно. Еще. Вот так вот. Вот так вот налетели ястребы на одиночный танк. Какой бы ни был крутой игрок, мастер сверхворлдовских, сверхворлдов танковских игр, он не выстоит против пяти, четырех, трех раков. Тупейших раков. Ну, так вот. Мы исследуем тему. Ох, какие взрывы. Тему заработка. Ну что, арта, будем топиться? Подреживание гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Не, я бы не утоплялся, я бы все равно купался бы. Да. Надо делать урон. Ну что, Хелкотт с Черчиллем. Идем к верной смерти. И мы... И они должны по пути в ангар. Классно отстреляться. Мы, кажется, завершаем нашу игру. И думаю, что у нас это, наверное, последний, может, предпоследний бой. Сейчас посмотрим. Вот так вот расправились с нашими товарищами. Ну, давай, арта. Мочи его! Не успел перезарядиться. Ладно. Ну и так, смотрим, что мы заработали на свои 260 урона. Итак, нас босс наградили 3600 серебра. Ну и давайте сыграем теперь последнюю игру и далее потом подведем итоги. Линия Зигфрида мы оказываемся в топе в первой тройке типа типа топовых танков в данном наборе. И будем защищать сей городок. Будем теперь защищать отчаянно. До последнего снаряда. Угу. Мы играем последнюю игру в исследовании темы как можно заработать серебро довольно середнему игроку правда с прям аккаунтом. Хочу сказать сразу, что в минус вы точно не уйдете а почти всегда будете в плюсе. и так это наша завершающая игра завершающая игра для средних игроков. Мы теперь пытаемся отследить. так что у нас пробил да не успел пока сводился его уже отправили играть в другую игру. а мы продолжаем пока еще творить тему творить тему как можно зарабатывать серебро в прем аккаунте совершенно среднего игроку так на игроку а мы каким-то образом еще выигрываем имеется ввиду наша команда 4 2 ну давайте мы сойдем с дистанции прямого поражения не будем что называет тупить по тупому совсем но попробуем тупить не как совсем тупые что то как-то я сказал что так как-то не срослой с новощью будем пытаться тупить ум типа ну типа да типа сзади нас ну вот да мы умно тупили в общем вообще мы ничего не заработали итак мы теперь смотрим что сделать наша команда наша тема заработок нуба оленя раков нищие кого хотите угодно самого бездарного игрока ты говорил в World of Tanks сможет он заработать серебро и как он это может зарабатывать правда в условиях прем аккаунта ибо если вы самый тупой игрок но не всегда с вами плохие игроки они бывают достаточно хорошие и если вы тупо играете но команда может скажем так вытаскивать что ли вас на уровень плюса и вы можете зарабатывать на этом если команда ну мне так кажется за счет выигрыша команды то можно как пар пар серебро серебро и и но довольно таки тоже неудачное попадание надо было бы конечно 3 да да арта справился с задачей ну теперь почину правильно 85 остается в игре так ну что же неудача интересно в кустах могут ли заметить этот танк остальные товарищ отсиделся но в скором времени по идее тут должны появиться танки танчики его же должны искать по идее да они может в поле куда-то отправиться а тем временем красная полоса надвигается ну да вот все к своей завершающей сцене к самой финалу в общем игра наша заканчивается наше тестирование закончилась мы завершили процесс исследования тема фарма прям аккаунте ну в общем вообще ничего никаких пробитий и мы заработали 4000 серебра так я сейчас завершу видео и потом дам в конце видео сейчас почитаю посмотрю и дам статистику